Девушки отдыхают Девушки отдыхают Всего лишь небольшая область от той большой Молдовы и называлась в исторические давние времена Бессарабии. Молдова же, большая часть Молдовы находится в Румынии. Другая небольшая часть находится в Украине. Это самый юг страны, и Молдова имела выход к Черному морю. Так что, если кто-то говорит о том, что Молдове необходимо присоединиться к Румынии, я так не считаю. Наоборот, я думаю, Румынии необходимо присоединиться к Молдове. Ну и что, что Румыния больше? Но ведь огромный кусок Молдовы, западной Молдовы, расположен как раз-таки в Румынии. Ну, впрочем, не будем в эти исторические передряги сейчас вдаваться. Все-таки это неблагодарное занятие, тем более, что меня в эту страну едва впустили. Но впустили. Не буду говорить, что мне помогло, но впустили. Поэтому поговорим об армянских следах этой славной республики, этой славной страны. Армяне в Молдове начали селиться, я имею в виду, именно в этой восточной части Молдовы, которая нынче называется Республика Молдова. Так вот, они начали селиться с 16 века. И долгое время проживали здесь. И сейчас проживают, конечно, не в таких больших масштабах. И селились они в самом центре города, в самом центре Кишинева. И именно поэтому здесь, вот я нахожусь прямо в сердце города, в сердце столицы, здесь находится дворец парламентский, вот он. А вот тут, в углу, сейчас я вам покажу, вот эта вот длинная, вот у меня она за спиной, эта улица. Вот эта вот длинная улица называется Армянской. Страда Армяниаская. Армянская улица весьма длинная по протяженности. Она начинается от центрального рынка и заканчивается у центрального кладбища. Это самый центр города, как я говорил, сердце Кишинева. Но я бы хотел вот что сказать. Дело в том, что вот я сейчас пройду здесь, значит, по этой улице и пойду в сторону кладбища. Кладбище достаточно интересное. Я хочу сказать, что и здесь, на этой улице, селились армянские купцы в 18 веке, в 19 веке. Это одна из старейших улиц Кишинева. И здесь немало исторических зданий, где проживали армяне. То есть те здания, которые сохранились с 19 века, они практически все принадлежали армянским купцам. Куда мы сейчас идем? Сейчас я вам покажу. Тут нам еще идти и идти по поводу армянского кладбища. Дело в том, что оно изначально было армянским, когда еще только первые захоронения там производили. Ну, за столько лет так уже все поменялось. Во-первых, ну, армян стало мало. Туда стали захоранивать уже и не только армян. Но известный факт, что там захоранивают достаточно таких известных личностей, среди которых всем нам известный актер Михай Волонтир, который сыграл в фильме «Цыган Бадулая». Если получится, навестим и его могилу. Ну, и что, что не армянин. На армянском же кладбище похоронен. Да и вообще, любимый достаточно актер всеми нами. Я, кстати, был с ним знаком еще будучи, когда работал корреспондентом московского комсомольца Михай Волонтир. Был в то время болен, жил в городе Бельце. Это небольшой город в Кишиневе. Ой, в Кишиневе, в Молдове. Ну, и сейчас навещу его могилку, если удастся найти. Потому что кладбище достаточно большое. Вот как-то так. Достаточная такая протяженность этой улицы. Я иду и иду. Все еще нет, не вижу конца. Я думаю, придется еще топать и топать мне. Хочу сказать, что надо отдать должное молдаванам, потому что эта улица, она старейшая, как я говорил. Называлась Армянская, но называлась она так, если мне не изменяет память, до 1914 года. Потому что, значит, эта часть Молдовы была включена в румынское царство и улицу переименовали. А затем в советский период эту улицу снова переименовали из румынского уже на русский лад. А после независимости республики Молдова тоже улицу, значит, от улицы вернули ее прежнее историческое название. Ой, котик бежит. Отлично, успел. Вернули прежнее название Армянской. И вот она так до сих пор и называется. Ну, здесь можно погулять. Кроме исторических всяческих зданий имеются достаточно таких вкусных заведений, где тоже можно побыть. Правда, вот облик некоторых зданий испортили в годы Советского Союза. Ну, вот, например. Ну, вот что это? Вот, видите? Не хочется такое показывать. В целом, Кишинев достаточно приятный город. Мне очень он понравился. Зеленый. Сейчас осень. Но, я думаю, летом тут вообще шик да богадать. Ой, смотрите, куда я пришел. Смотрите, что передо мной. Я даже и не знал об этом. Хачкар стоит на Армянской улице. Я даже и не знал об этом. Вот просто шел, шел и дошел до Хачкара. Это какая-то аллея. Я знаю, что здесь где-то есть церковь. Ну, я, может быть, еще там побываю. Но точно не в этой части города. В стороне. А вот Хачкар. Это, конечно, интересно. Сейчас детально разглядим. Ну, да. Вот обратная сторона. Хачкара. Вот тут такая небольшая аллейка, где можно отдохнуть, посидеть. Вот. Совершенно случайно нашел. Даже и не думал, что здесь Хачкар есть. Во всяком случае, на гугл-карте ничего подобного я не видел. Надо местным армянам, молдавским армянам обозначить это место как-то. Вот обратите внимание, чем дальше в Дебри, чем дальше от центра, тем больше попадаются уже такие частные домики, очень старые. Вот смотрите, какой старый дом. Я не знаю, живет здесь кто-либо или нет. Но очень, очень прям такая длинная по протяженности улица. Я позже посмотрю, сколько здесь километров. Может быть, два, может быть, три. Точно не могу сказать. Проходит по центру. Но вот уже я смотрю, и кладбище-то недалеко. Эта улица упирается прямо в армянское кладбище. Или как еще называют, центральное кладбище. Сейчас мы зайдем на территорию кладбища. Я вам скажу, почему у этого кладбища два названия. И армянское, и центральное. Но старейшее название, конечно, армянское. Вот мы дошли до армянского кладбища. Сейчас попытаюсь войти вовнутрь. Ну что, вот хочу сказать, что на этом старейшем Молдавии, армянском кладбище похоронены сливки общества. В принципе, не только для молдавского народа, но и народов, может быть, даже постсоветского пространства. Это, так сказать, может быть, что-то наподобие Ванька-Аньковского кладбища в Москве. Вот я смотрю, режиссер тут похоронен, Юрий Хармелин. Хоть и он этнический иудей, но здесь же на христианском кладбище похоронен. Это говорит о том, что Молдавия мультиэтническая страна. Вот я смотрю могила другого известного режиссера Анатолия Кодру. Такой вот памятник. Вот что-то из старинного. Самые старые здесь могилки армянские. Они в глубине находятся. Вот если я успею, если не стемнеет, то я вам покажу, потому что мне еще отсюда нужно возвращаться в центр. Ну и, как я и обещал, сейчас сходим на могилу Будулая, Михая Волантира. Вот я уже его вижу, Михая Волантира. Вот его крест. Михаил Волантир. 1934-2015 год. Вот здесь он нашел свой покой. Видимо, его из Бельц перевезли в Кишинев, чтобы похоронить именно на этом кладбище. Обратите внимание, какая простенькая могилка. Вот просто деревянный крест. Человек жил простенько, прожил простенько всю свою жизнь. Простенько умер и простенько похоронен. Вот такой деревянный крест. Другие представители здесь захоронены. Ну, давайте пройдемся. Еще немного пройдусь по кладбищу, и нужно будет спускаться вниз. Я вам еще кое-что интересненького расскажу. У работников кладбища я узнал кое-что. Оказывается, самые старые захоронения, коим свыше 100 лет, их уже практически не осталось. Соответственно, вот этих вот старых армянских могил уже нет. Но это, в принципе, нормальная практика в любом государстве в России. Насколько я знаю, если последнее захоронение было свыше 75 лет, то тоже по законодательству можно его сносить или делать просто новое захоронение на этом месте. То же самое и на этом кладбище случилось. Так что старых армянских могил здесь уже давно нет. Ну, им больше, чем 100 лет, а то и 150, представьте сами. А есть здесь, значит, могилы армянские, но это современные, в принципе. В принципе, грубо говоря, не представляют такого интереса исторического, если я вам их покажу. Вот. Ну, вот о старейших здесь, увы, не осталось. Но зато вот это вот армянское кладбище дало толчок вот такому самому узнаваемому кладбищу Кишинёвы и Молдовы, где похоронены, скажем так, говоря современным языком, звёзды учёные, артисты и многие-многие другие. Да, пока деноцификация не дошла до Молдовы, и дай бог, что не дойдёт, хочу показать. Вот здесь захоронены участники Великой Отечественной войны. Вот у них одинаковые такие стеллы. Вообще, Молдова очень многонациональная страна. Здесь проживают не только армяне, и русских очень много, естественно, украинцы, гагаузы, болгары, кого здесь только нет. Ну, вот мы сейчас видим фамилии. Большинство тут русские фамилии, украинские фамилии. Все в одной могиле. Когда-то вместе, рука об руку, русские украинцы, молдаване, армяне воевали против одного фашистского захватчика. Что творится сейчас? Очень сложно об этом говорить. Это Кишинёв. Напомню. Столица Молдовы. Это не Россия. Это тоже армянское кладбище. Кишинёв. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, как вы поняли, добрался я и до армяно-апостольской церкви Кишинева Она достаточно старенькая Сейчас внутри я вам покажу, какого она года Ну и заодно познакомимся с человеком, который нам все расскажет и покажет Насколько мне известно, здесь похоронен Манукбей, о котором еще расскажу Смотрим надписи на храме И по-русски даже есть надпись Армянская апостольская церковь Святой Богородицы Ну и на армянском Давайте-ка зайдем в храм Вот здесь как мило Сейчас зима, летом наверняка здесь все цветет и пахнет Как и по всему Кишиневу Вот такая вот церковь Зима, летом наверняка здесь все цветет и пахнет О, летом наверняка здесь все цветет и пахнет А вот здесь все цветет и пахнет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас очень тихо Я прошел Вот давайте я, чтобы сам не рассказывал вам, ребят Вот я тут познакомился в Кишиневе с историком Эдуардом Алхазовым Вот он сказал, что он не знает, является ли он родственником Якова Алхазова Пока еще не копался Но то, что он историк И вот он сам собрал такой здесь мини-музей Тут и библиотека Я думаю, он сам вам все расскажет Давайте начнем, наверное, с книг Да? Да, давайте с книг начнем Меня уже представили, я коротко о библиотеке Пока здесь больше 1200 книг По разделам они разделены Расставлены Есть книги на армянском языке Есть книги на русском языке Литература, история, культура Армении Классики армянской литературы Книги на русском языке Книги иностранных авторов На разных языках Вот, например, книга Варуджана Васканяна Очень известного человека в Румынии Хорошо мне знакомый, да Да, который написал Бывший министр экономики, по-моему Да, и сенатор Книга Шопотов Варуджан Васканян Карте Шваптелла Есть много интересных документов Но молдаване же читают на румынском языке Совершенно спокойно Общий язык После того, как ввели В Молдавии латинскую графику Это практически один язык Ну, скажем, диалектами С небольшими Есть интересные документы Например, книга Приговор в Стамбуле Это книга двух известных историков Живущих в Америке Один из них, кажется, умер Додрян и Акчан Русский и турок, кстати Очень известный исследователем по геноциду Здесь содержатся документы Документы Тех судов Которые проходили В 1919 году Когда турки Сами судили Организаторов геноцида Некоторых и гнист Приговорили Есть Многотомник Моего друга Профессора Туняна Молодотурки Армянский вопрос То есть Вот эта Серия небольшая А молодежь Молдовы Вот армянская молодежь Она интересуется своей историей? Она интересуется Но К сожалению Вся молодежь Сегодня читает Очень мало Значит Здесь отдельно Книги по геноциду Есть Произведение Очень небольшое Количество Моего Тоже Друга С которым я еще Занимался в аспирантуре В Московском Университете Князь Бегутов Автор Профессор Валерий Тунян Армянская область Грибоедов И книга Которая Он написал Манукбей Грани Созидание Ну это Несколько лет назад Вышло Три года Тому назад Очень интересная Книга Посвященная Крупному деятелю О нем Мы еще расскажем О нем Мы еще расскажем Бог даст Я сегодня Еще успею В Ханчестер Съездить Большой привет Передавайте Вот Музея Да вот скажите Вот я вижу Вот стенд у вас Заслуженные Армяне Молдовы Да Это Небольшая часть Дело в том Что армяне Живут В Молдове Примерно С 12 века Это то Что доказано Допустарь Раньше Я предполагал Это то Что доказано Документально И Когда Армяне Здесь Поселились Их потом Приглашали Молдавские Господари Для ведения Торговли Вот здесь Представлена Галерея Иван Глодач Страшный Слева Направо Посмотрите Пожалуйста Это Молдавский Господарь Мать была Армянка Очень интересная Личность Вот это Манукбей Мерзаян На Котором Котором Янушевич Янушевич Который Был Председателем Уездного Дворянства Затем Назначен Императором На должность Губернатора Ставропольской Губернии 1905-1917 Демианович Антон Каританович Тоже Очень Грамотный Человек Венский Политехнический Институт Закончил Единственный Из Бессарабии Избирался Во все Четыре Думы Российской Империи Осаки Георгий Классик Молдавской Литературы Не все Знают Молдавии Даже Те Кто Кончали Школу Не Осаки Что Это Исакян Что Это Армянин Происхождение Это Только Некоторые Из них Потому Что Места Здесь Мало Вот Я Собрал Эти Биографии Арушанов Константин Бахчевич Заслуженный Чекист Который Был В 43 Году В Тегеране Вам О чем Это Безусловно А вот Скажите Вот такие Личности Как Осаки Георгий Потом Я Смотрю Иван Воды Их Можно Так Считать И Одновременно Румынскими Деятелями Конечно Потому Что я смотрел Вот Когда Допустим Публикации По Румынским Именно Армянам Те же Имена Всплывали Ну Конечно Румынскими В каком Смысле Это Было Два Княжества Молдавия И Валахия Румынии Еще не было Валахия И Связи Очень Переплетались Осаки Георгий Он И В Бессарабии Жил И В Ясах Это Современная Румыния Это Запрудская Молдавия Рядом За границей Поэтому Они Ну Например Осаки Проявил Себя Как Один Из Основоположников Румынской Литературы Понимаете Поэтому Безусловно Здесь Лица Которые Активнейшее Участие Приняли Допустим Допустим В послевоенный Период Тоже Некоторые Из них Один Из Создателей Политехнического Института Прасаданян Аршос Имбатович Это В Тишиневе В Тишиневе В 1964 Создан Политехнический Институт Джасмиджиан Артем Аршакович Советник Многих Некоторых Первых Секретарей В том числе И Бодил Очень скромный Человек Алхазов Михаил Лазаревич Отец Мой Он был Начальником Отделов Министерстве Связан Был Железной Дорогой Участвовал Воссоздание Армянской Общины Нахрадян Аршалуй Сарташевич Человек Который Был Вторым Лицом На Молдавской Железной Дороге Хачатурян Рафаэл Легендарная Личность Один Из Известнейших Виноделов В Республике Молдова Его Отец Из Краснодарского Края Был После Войны Сюда Прислан Рафаэл Сын Его Отец Возгулял Табачную Промышленность А Рафаэл Это Гордость Сислава Молдавского Виноделия 17 лет Директор Романештый 18 лет Еловены Хелесного Завода А здесь Амбарцумян Амбарцумян Агасий Иримович Итараманян Я работал С Тараманяном Когда-то В институте Он преподавал Архитектуру И один из первых Исследовал Нашу церковь Она была Во время войны Повреждена Довольно Значительно Амбарцумян Агасий Иримович Ну Заслуженный Архитектор Молдовы Он создал Проект Реставрации И эту Нашу церковь Суб Астлацацендию Святой Богородице Ее Воссоздали Под Непосредственным Руководством Агасий Иримович Один из Руководителей Нашей общины Арутюнян Альберт Аркадьевич Карабахский Такой Сильный Мужчина Интересный Который Участвовал И в помощи Армении Когда землетрясение Было И когда Проблемы Были В Карабахе И так далее Музлаев Юрий Романович Из Кизлярских Армян Более чем Десятикратный Чемпион Молдовы По боксу Агаджанян Рафаэл Ушел К сожалению Очень Интересный Человек Очень Приятный Прихожанин Нашей церкви Он и режиссер И сценарист О нем Можно тоже Много Рассказывать Ныне Действующий Арушанов Эрнест Константинович Сын Того Арушанова Действительно Академик Академии Молдавской ССР По физике В своем Возрасте Он работает И преподает Часто За границей Во Франции В Германии В других Странах Еще занимается Научной Деятельностью Активно Ныне Действующий Бабаян Геннадий Суренович Руководитель Городской Армянской Общины И Варданян Аганес Корушевич Который Долгие годы Возглавлял Нашу Церковную Общину Теперь Вот здесь Начата Галерея Религиозных Деятелей Которые Связаны С Бессарабией Аркутинский Иосиф Вы Знаете Он Он был Из Бессарабии Связан И Григориополь Как правая рука Потемкина Григория Александровича Он Освещал И работал Над Григориополем Там Обород Назван В честь Григория Просветителя Армянского Да Да Есть две теории Что говорят И Потемкина И это Неналеко отсюда Закарян Григорий Первый Архиепископ Бессарабии Вот Очень Интересный Человек Он До 1828 Возглавлял К сожалению Нет фотографий Знаменитейший Деятель Армянской Апостольской Церкви Нерсес Аштаракици Защитник Отечества Возглавлял Бессарабскую Епархию И После этого Избран Католикосом Фактически После Бессарабии Родной Брат Аванеса Айвазовского Габриэла Айвазовский Грамотнейший Так называемого Русского Художника Да 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 Грамотнейший Человек Который Сначала Учился После Феодосии В Венеции Преподавал В Венеции В школе Микитаристов Затем В Париже Преподавал Возглавлял Бессарабскую Епархию Макар Терпетросян Возглавлял Епархию После этого Избран Католикосом Фактически Двое Священнослужителей Которые Здесь Служили После этого Были избраны Католикосом Кстати Оба Они И Нарсес Аштаракици И Макар Первый Терпетросян Они Похоронены Справа Отхода В Ишмедзинский Собор Это только Некоторые Фигуры Из истории Бессарабских Армян Конечно Если бы была Площадь Я бы еще Поработал Но Собираю материалы Работаю в архивах И надеюсь Что Благодаря Нашей Общине Церковной Общине Городской Общине Что мы Расширим Этот музей Вот Привезены Дудук Есть очень Интересная Книга Хочу вам Показать Это не Оригинал Конечно Это Репринт Но Обращаю Ваше Внимание Это Первый Напечатанный Армянский Молитвенник 1512 Год Посмотрите Какая Красота Обратите Внимание Вот мы Добрались До Могил Да А чьи Это могилы Недавно Мы восстановили Эти надписи Это было Непросто Потому что Это могилы И слева Находится Могила Матери Первого Архиепископа Бессарабского Григора Закаряна Который Был руководителем Бессарабской Армянской Церкви Начиная С 1812 По 1827 Год И Жены Одного Из священников Которая Здесь Служила Мать Закаряна Это 1817 Год А здесь Чуть позднее 26 Год А сейчас Мы пойдем К могиле Манукбер Мерзаяна Да? Да Она тоже Находится На территории Этой церкви Она находится В портике Который Был Пристроен Чуть Чуть Позже Под Руководством Знаменитого Кишиневского Архитектора И Бессарабского Бернад Даци Тоже Отдельно Интересная История Манукбер Мерзаян Похоронен Здесь И Чуть позднее Две Его Дочери Он Похоронен В 1817 Году Похоронен Здесь Потому Что Потому Что Хынчешская Церковь Еще Не Была Построена Его Похоронили Здесь И Две Его Дочери Осталось Две Дочери И Два Сына У него Было Шесть Детей Это Очень Знаменитый Человек Который Был Не только Награжден Званием Бея В Атаманской Империи Но и Был Действительным Статским Советником Российской Империи И Кавалером Ордена Владимира Третьей Степени Это Тоже Дочь Там Да Это Тоже Дочь Гайна То есть Он Между Мариан И Человек Похоронен Да Это В принципе А правда Что он Здесь Похоронен Без Головы Нет Такой Информации Вокруг Манукбе Очень Много Легенд Очень Много Легенд И Многие Из Них Не Нашли Документального Подтверждения Ну И Вокруг Мне Рассказывали Что Его Предали Ему Отсекли Голову И Как бы Тело Похоронено Здесь А Голова Нет Я Думаю Что Это Вымысел Потому Что При Том Когда Он Погиб Упав С лошади Получил Травму Присутствовали Российские Верные Лица Это Губернатор Бессарабии Генерал Бахметев Очень Известный Человек И Еще Один Генерал Он Показывал Как он Умеет Объезжать Лошадей Поэтому Я думаю Что Это Легенда Как Многие Прочие Другие Понимаете Такая Сказочная Как В случае С Иоанном Крестителем Наверное Как В случае С такими Знаменитыми Людьми Существует Очень Легенда Точно Так Существует Неподтвержденная Информация Что Аванес Расписывал Замок Манукбея Он И По Времени Вряд Ли Мог Воспис И Это Другая Техника Аванес Вы имеете Айвазовский Айвазовский Да Дело В том Что Нигде Не Сохранилось Никакого Упоминания О том Что Айвазовский Был В Бессарабии Да Здесь Служил Его Родной Брат У них Были Хорошие Отношения Он Благодаря Ему Брат Вернулся Из Франции В Россию Возглавил Бессарабскую Епархию Но Вместе С тем Нет Информации Она Обязательно Где-то Бы Появилась А я Как Историк Не Могу Опираться На Легенды Если Речь Идет О Действительном Видении Все Красиво Конечно Да Легенды Всегда Они Красивы Вот Такая Вот Старая Церковь Да Да Воскресная Школа А Вот Это Она Да Да Преподаватель Там По-моему Ему Ну Вот Уже Это Ученики Воскресной Школы Вы Ученики Воскресной Школы Да Да Армянский Изучаете Да Конечно Хорошо Вот Видите Как застали Учеников Вот Наконец И Надпись 1814 Год Этой Церкви Немало Лет Армяна Молдавское Зодчество 18 века Храняется Государством Написано Дело в том Что Эта церковь Освящена В декабре 1904 года И Существовало Предположение Одного Румынского Профессора Что Эта церковь Могла быть Построена После Землетрясения 1802 года На месте Молдавской Церкви Хотя По моему мнению И Судя по Тем Раскопкам Которые Здесь Проводились Недавно Мы Разрешили Полтора Года Тому Назад Найдены Такие Артефакты Которые Говорят Что Это Был Старым Центром Армянского Подворья И В соответствии С этим Значит Здесь Была Церковь Армянская Которая Пострадала Во время Землетрясения Почти все Церкви Пострадали В 1802 году За исключением Одной Которая Находится Недалеко Здесь Я Очень Сожалею Что У меня Так Мало Дней В Молдове Очень Сожалею Ну Ничего Не Поделать Я Сейчас Оставлю Эту Церковь Армянскую Я Очень Хотел Поехать Хенчашты Ко дворцу Манукбея Но придется Вам Рассказать О нем Уже Как бы В качестве Постскриптума А Сейчас Я Поеду В другое Место Тоже Не менее Интересное Только Вы меня Не ругайте Поедем Снова На кладбище Но уже На другое Кладбище Старое Армянское Кладбище Очень Старое Даже Старее Той Где мы С вами Уже Были Сегодня Там Вот Есть Старые Могилы Захоронения Кладбище Оно Называется Католическим Армянским Но Буду На месте Я Вам Расскажу Почему Оно Так Называется И Вообще Кто Там Похоронен В Ханчаште К сожалению Сегодня Не успеваю А мне Очень Нужен Свет Для Съемок Световой Для Этого День Ну Вот Сейчас Зима Темнеет Очень Быстро Поэтому Пока Я Доеду В Ханчаште Уже Будет Темно Только Из-за Этого Ну Ничего О Манукбее Я вам Расскажу Как я Сказал В качестве Пост Скриптума Итак Вперед На Армяна Католическое Так Называемое Кладбище Вот Я Добрался До Старого Католического Кладбища Здесь Находится Также Старенькая Армянская Церковь Она Уже Недействующая Поэтому Ее Называют Больше Уже Такой Колокольни Хотя Колоколов Я тут Не вижу Ну Очень Старенькая Церковь Так Сейчас Мы Перейдем Дорогу Вот Здесь Надписи О Присутствии Храма Армянский Культурный Центр Армения Так Ну Что Войдем Вовнутрь Этого Кладбища Мне сказали Что здесь Немало Интересного Вот Оно Называется Католическим Кладбищем Проходим Итак Чтобы Чтобы Понимали Здесь Оно Хоть И Католическое Но Это Только Видимая Часть Вот Мы Видим Значит Армянские Могилы Старинные Могилы Очень Старые На На Том Уже Ничего Не Осталось Где Мы С Вами Были А Здесь Еще Есть Так Ну Это Вот Новые Из Новых Захоронений Смотрим Вот старенькая могилка со стеллой Здесь покоится прах Карапета Ракеловича Балюзе Скончался в возрасте 65 лет Марта 24 дня 1873 года Агазаровы Какие старенькие могилки Да, это история, это история Сергей Мартынович Назаров 1870 Да уж Ну вот этот самый храм, который я вам показал Значит, я вам вкратце расскажу сейчас В начале, в самом начале, получается, 19 века Один богатый в Бессарабии, армянин Выкупил всю вот эту вот землю Ну, здесь тоже вот армянские старые надгробия Памятники Аиды Терарутинянц Но это недавно похороненная Значит, выкупил эту землю Под армянскую часовню Вот эту вот И далее рядом с часовней Чтобы разбить армянское кладбище Так изначально оно и было Только армянское Чувствуете, да? Некую схожесть с тем кладбищем Которое я вам уже показывал Вот, значит Сначала оно было армянским А затем католики попросили Чтобы здесь они могли производить И свои захоронения Ну, как правило, это были поляки Но здесь также немного проживала и община польских католиков Армяне дали добро И получается, что вот уже к 21 веку Сегодняшнему дню Ну, католиков здесь численность могил католических Значительно увеличилась Здесь больше, чем армянских Армянская часть Это вот где я сейчас гуляю Вот самая старая часть Вот туда дальше Вот я показываю рукой Вот туда дальше Там уже идут католики и неармяне То есть могилки католиков и неармян, как правило Вот как бы история Вот еще, смотрите Интересное тут такое место 1828 год Вот тоже старое армянское надгробие Вот тоже 1826 год Ну, вы, наверное, обратили внимание Что, скажем так, некоторые армянские фамилии Нинаян То есть они как бы непривычны нам Эти армянские фамилии Ну, это нормально для армян Трансильвании, Валахии, Бессарабии Польских армян Это нормально Иногда мы их называем Видим их по именам То есть, может быть, это фамилия Скажем, какой-нибудь Бондарь А имя Карапет Ну, понимаем, что это уже армянин Так Если, конечно, не написано на армянском языке Куда меня здесь привело Здесь более уже такие Я смотрю Так, тоже вот старенькие Есть Не хочу наступать на могилки Поэтому дальше я идти не буду Да, кстати, здесь, как мне сказали Похоронены бабушка и дедушка Филиппа Киркорова Здесь в армянской части То есть родители Бедроса Киркорова Они приезжали сюда Навещали свои корни Ну, это надо знать, где именно они похоронены Вот где-то здесь, я думаю Если я найду без камеры То я вам снова включу камеру и покажу Но для этого надо, наверное, время Если, конечно, вам интересно Я не думаю, что вам предки Филиппа Киркорова будут интересны Вот смотрите Одна из таких новейших захоронений Вот здесь как раз-таки Получаются вот имена Таких коренных Бессарабских армян Вот посмотрите Киворк Степанович Степан Киворкович Евфросиния Андреевна На самом деле же она Арутюнова Рипсиме Что мы еще видим? Делеветова Софья Андреевна На самом деле Арутюнова Савме Терзи Элизабет Данюк Элизабета То есть вот такие вот По именам особо-то и не узнаешь Что это армяне изначально Если не заглянуть в их родные имена По паспорту Каковы их имена были Вот видно, что на флоте человек служил Хотя я тут по шевронам разобраться Точно не могу Может быть это и даже и не моряк В молдавских шевронах я не разбираюсь Данюк Артур Павлович Вот пожалуйста армянин Вот такой вот Вот Идем и смотрим дальше А вот еще обратите внимание Какая крохотная могилка Старенькая Это могилка ребенка Здесь написано Не знаю видите вы или нет Здесь покоится прах младенца Майрамы Аванесовой Родившейся 4 ноября 27 года Скончавшейся 13 ноября 1927 года То есть ребеночек пожил всего лишь несколько дней Дорогая наша детка Долго ждали мы тебя с тобой Мы не наслаждались Как от нас на Как от нас на веки ушла Тяжело читать Потому что буквы еще царские Мир праху твоему дорогая мусенька То есть могилка 27 года Кому-то из нас Она бы сейчас была Даже уже не бабушкой А прабабушкой Но пожила всего лишь Несколько дней Уж и родители ее Наверняка уже давно Нет живых То есть вот были бы Ее родственники Вот такая интересная могилка Вот пока шел Вот здесь вот у входа на кладбище На трех языках На двух языках На молдавском и на русском И на трех языках На молдавском Польском и английском Как раз история Этого кладбища Вот оно начинается С 1813 года План этого кладбища Вот И здесь вот можно прочитать Что изначально Оно было Исключительно Армянским Вот И значит Далее Оно уже стало Таким общекатолическим То есть земля была Выкуплена армянами И буквально Начиная уже С тысячи Получается Так С какого Года Сейчас Почитаем Ну буквально С 1822 года Оно уже стало Оно уже стало Это кладбище Таким Общекатолическим Ну как бы Левое его крыло Ну что ж Пройдемся еще дальше Вот еще Очень старинные Такие Надгробия Армян Здесь покоится Прах Дворянина Ивана Аведисовича Оханова Скончался В 1900 году А здесь Дворянин Аведисов Саевич Оханов Скончался В разрасте 68 лет 1870 году То есть Тут получается Такой Семейное Здесь Все Охановы Да Здесь Все Охановы Судя по всему Тут уже Наверное Глава Семейства Тут По-армянски Написано И Много Уже Размыто Поэтому Толком И не видно Ничего Примечательно То Что Католическую Часть Польскую Часть Курируют И Финансируют Следить За порядком И всем Остальным Вот Я тут Смотрю Посольство Польской Республики В Молдове Ну А Также Значит Комитет Молдавско Польской Дружбы Ну Я думаю Это все Делается Все вместе Как бы Здесь нет Такой Польская Половина Которую бы Они курировали Армянская Половина Я думаю Они курируют Все Кладбище Потому что Здесь Достаточно Чистенько Опрятно И я бы Не сказал Что одна Страна Лучше Другой Как бы Все Здесь В норме Все Здесь Достаточно На высшем Уровне Если Говорить о том Что Кладбище Оно Старое И должно В таком Запущенном Состоянии Могилки Алхазовых Михаила Лазаревича И Валентины Самуиловны Если я не Ошибаюсь Это Родители Эдуарда Алхазова Который Нам Только что Провел Такой Краткий Экскурс Если Конечно Я не Ошибаюсь Если ошибаюсь То Извиняюсь Просто Ну Вот Как бы Могилки Сами Себя Нашли Я имею В очень Плохом Состоянии Елизавета Карапетовна Киркорова 1883 Года И Доктор Степан Карапетович Киркоров 1868 Года Елизавета Скончалась В 1901 А Степан 1905 Это Их Надгробие А вот Это Уже Сами Могилки Тут Уже Нет Ни фотографий Ничего Такие Вот Старые Надгробия Семейства Киркоровых Говорят Бедрос Приезжал Сюда С Филиппом Ну Судя По всему Больше Они Здесь Особо И не Бывали Ну Вот Может Они Посмотрят Мою Программу И увидят Бедрос Киркоров Уж точно Знает Про Антитопор Филипп Нет Ну Может Быть С другой Стороны Они Особо Не Интересны Все Таки Это Дедушки Бабушки Ну 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 Я Говорю За Ни Для Меня Это Интересны Были Прадедушки И Прабабушки Вот Тем более Что Филипп Уже Давно Болгарин Ну Ладно Ну А Теперь Я Думаю Настало Время Немного Рассказать О Человеке Которым Вы Уже Слышали Сегодняшнем Выпуске Неоднократно Это Манук Мерзаян Он Родился В богатой Купеческой Семье Мартироса Мерзаяна Который Был Торговцем Зерна Родился Он В городе Руссия Манук Мерзаян Это Нынешняя Территория Болгарии Но Когда Там Родился Манук Мерзаян Это Была Еще Османская Империя Юноша Подавал Большие Надежды Он Уже С юных Лет Начал Служить Драгоманом В Османской Империи Был Переводчиком В совершенстве Владел И Османским Языком И Болгарским Языком И Румынским Языком И Русским Языком Что Немаловажно Ну Конечно И Армянским Языком Повзрослев Где-то Уже С 1804 Года Он Уже Стал Заниматься Финансами И Дослужился До Министра Финансов Османской Империи Правда Недолгое Время Так Как Бизнес Его Втягивал Все Больше И Больше Чем Всяко Разные Финансовые Дела При Правительстве Османской Империи И Я вам Скажу Что Манук Дослужился До Бея Ему Дали Этот Титул После Чего Он Начал Называться Манук Бей Мерзоян Или Просто Манук Бей Дело В том Что Почему Эта Личность Важна Манук Бей С одной Стороны Для Молдавских Националистов Это Конечно Фигура Отрицательная Я вам Скажу Почему С другой Стороны Для Молдаван Которые Умеют Думать Верном Направлении О Таких Большинство Манук Бея Можно Считать Одним Из Создателей Современной Республики Молдова Дело В том Что В те Стародавние Времена Вся Эта Территория Принадлежала Османской Империи Как я Вам Говорил Что И Та Территория Которая Находится Нынче В Румынии И Эта Территория Которая Называлась Бессарабия Это Была Как бы Одна Территория Под Османской Империей Но Благодаря Манук Бею Его Он Смог Договориться И с Российской Империей И с Османской Империей Кстати Переговоры Бухарестского Мира Между Османской Империей И Российской Империей Проходили В его Дворце Он же был И переводчиком Между Турками И русскими И в его же дворце В Бухаресте Где мы Еще с вами Я уверен Когда-нибудь Побываем Проходили Эти Переговоры О Разделе Османской Империи На Значит Русскую Часть И Османскую Часть И та Небольшая Часть Где Проживали Румыны Или Молдаване Как сейчас Говорят Я просто Вам говорю Современным Языком Чтобы вы Понимали О чем Речь Идет Раздел Произошел Так Значит Большая Часть Отходила Вернее Оставалась На территории Османской Империи Вот это Трансильвания Большая Часть Молдовы А Меньшая Часть То есть Бессарабия Восточная Часть Отходила К Российской Империи Позже Уже В годы Советской Власти Та часть Которая Отошла В Российскую Империю Бессарабия Стала Называться Молдавской ССР Ну Уже С 90-х Годов Республика Молдова В ее Современных Границах Это та Самая Часть Которая Была Прорисована При Участии Того Самого Манукбея Поэтому я и сказал Что Нынешняя Республика Молдова Имеет Прямое Отношение К Манукбею Ее Территория Если бы Не Дипломатические Качества Манукбея Соответственно Не было бы Сегодня И Республики Молдовы Она была бы В составе Возможно Румыния Оставалась бы До сих пор Но А почему я сказал По поводу Молдавских Националистов Которые могут Ненавидеть Ну потому что Им не нравится Что вот Эта территория Долгое время Принадлежала Большевикам Но ведь Манукбея Не имеет отношения К большевикам Это случилось Задолго До большевиков Просто часть Российской империи Эта часть Российской империи Молдавской Она Далее Отошла Уже К Советскому Союзу Поэтому Молдавским Националистам Нужно Успокоиться И просто Дать уважение Этому человеку Манукбею Мирзаяну Благодаря которому Есть сегодня Республика Молдова В том числе Примечательно Что Сам Манукбей Мирзаян После подписания Мирного договора В 1800 Бухарестского Мирного договора 1812 года Перебрался С семьей В Бессарабию То есть В эту самую Восточную часть Молдовы Которая Отошла К Российской Империи Турки Ему За это Не простили Устроили Охоту За его голову Одни говорят Что голова Была отрублена Другие говорят Что нет Но Исторически Это не доказано Да И вы Слышали это От историка Тем не менее Здесь Он Уже В Ханчештах Приобрел Имение За 30 тысяч Золотых Леев Там он построил Дворец Вместе со своим Сыном Ну и Поселился В Ханчеште В этот свой Дворец Дворец Огромный В то время Тогда были там И фонтаны И бассейны Павлины Гуляли по саду Это был Действительно Очень богатый человек Кстати говоря Он с собой Переселил Из османской части Молдовы По-моему Если я не ошибаюсь Около 30 семей Армян Вот Ну этот дворец И сейчас Находится уже Под эгидой Значит Молдавского Правительства Сначала Он в советские годы Был заброшен Там техникум Какой-то находился Еще что-то А сейчас Из него Сделали Музей Манукбея Да-да Все очень серьезно Не так все просто И Ходят слухи Что где-то там Под Этим Дворцом Под этим музеем Манукбей Запрятал Какие-то Свои Сокровища Эти сокровища Долгое время Искали Сначала При Распаде Российской Империи Потом Еще в советские годы Искали Эти сокровища Но ничего Не нашли Поэтому Где сейчас Сокровища Манукбея Никому не известны Легенды Легенды И легенды Ну когда Такие личности Их всегда Их имена Окружают Легендами Это абсолютно Нормально Но тем не менее Человек богатый Деньги Драгоценности Были Вот только вопрос Куда все это делать Наверное Разворовали Еще до того До нас Как говорится Да В известном фильме А вот Ну В Хенчеште К сожалению Мы не попадем На дворец Вот я вам показал Как он Выглядит В настоящее время Ну а если Вы будете Когда-нибудь В Молдове Обязательно Заезжайте В Хенчеште Там есть музей Там есть Прекрасный Гид Который Вам все Покажет Расскажет Будет Очень интересно Я уверен Я должен был Туда поехать Конечно Но к сожалению Мои ги В Молдове Они Очень короткие И я не успею Это сделать Ну а мне Пора Возвращаться Потому что Впереди еще Много разных Других тем По антитопуру Впереди еще Темы По армянскому следу Ну и рад был С вами Увидеться Здесь В Молдове Привет всем Из Кишинева Кстати говоря По-молдавски Я раньше Знал только Две вещи Это Драгустами И Пролетар Динтуата Церили Уницами Это все Что я знал По-молдавски Но Опять же Возвращаемся К теме Националистов И здесь мало Но они есть Лучше Сначала Сказать Драгустами Люблю тебя А потом Пролетар Динтуата Церили Уницами То есть Это Значит Пролетарии Всех стран Соединяется Потому что Если скажете Наоборот То получится В морду Как говорится Ну Теперь В Молдове Я еще Знаю Одно Слово И оно Будет Применимо К сегодняшнему Выпуску Аривидери До свидания Редактор субтитров